Под Волгоградом мать ребенка-инвалида возмутилась качеству школьного питания. Негодование женщины вызвал продуктовый набор, который ее дочери с ДЦП выдали в средней школе номер один поселка Городище. Почему, когда одни люди собирают всем миром на лечение больных детей, поддерживают, тратят свое время и деньги на спасение чьей-то жизни, другие люди позволяют себе воровать у детей. Возмущается Лилиана Сухорученко. Малоуважаемые поставщики школьного питания. Есть предел жажды наживы. Кому вы это закупили? Роспотребнадзор. Вы смотрите, куда идут государственные бюджетные деньги. Можно детям-инвалидам есть вот это. Вы считаете нормально, если я стану вот этим кормить свою дочь? Уважаемые депутаты, обратите внимание, как бездумно уходят бюджетные деньги. В такой сложный период для всех. У нас в стране реально так много денег, что мы можем покупать некую жидкость по цене мяса. Как Лилиана Сухорученко рассказала, ее тяжело больная дочь обучается на дому и получает продуктовые наборы в школе. У моей дочери тяжелая форма детского церебрального паралича. Она не ходит. У нее не работают ни ручки, ни ножки. Но она у меня умница, хорошо учится и разговаривает, рассказала Лилиана Сухорученко. Согласно федеральному закону, детям, обучающимся на дому, обязаны выдавать либо денежные компенсации, либо продуктовые наборы. Как у школьников, которые очно учатся, чтобы дискриминации не было. Суммы достаточные на питание выделяются, но качество продуктов оставляет желать лучшего. На две недели нам в школе выдали пять банок тушенки, две банки рыбных консервов, овсянку, горох, пшено, рис, гречку, молоко и сок. Вот какое блюдо я приготовлю из тушенки своему ребенку. Она это есть не может ни при каких обстоятельствах. Мне кажется, что в школе детей тушенкой не кормят, им дают котлеты, сосиски, в конце концов. Федеральный закон, предусматривающий выдачу продуктовых наборов школьникам, был придуман, чтобы избежать дискриминации. Но, по мнению Лилианы Сухорученко, именно такими действиями власти, наоборот, создают неравенство между детьми. Я понимаю, что покупают подешевле, пытаются сэкономить, добавила жительница городищенского района. Но я открываю банку, а там только что-то желеобразное. Даже волокон мяса нет, только какие-то вкрапления. Кусочка мяса не было ни одного. И при этом на банке написано высший сорт. Питание в шиф номер один поселка городище организует ООО «Славия». За прошлый год компания заработала 212 миллионов рублей. По учредителям она связана с небезызвестным поставщиком школьного питания в Волгограде, ООО «Вива Маркет». Связаться с руководством ООО «Славия» журналистам не удалось, однако редакция готова опубликовать любую точку зрения компании. Также журналисты v1.ru направили запрос в Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. На момент публикации ответа не поступало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.